Скины в прямом эфире Далее дело удачи и возможно именно сегодня твой день Присоединяйся к тысячам любителей красивой игры и подписывайся на наши социальные сети для участия в конкурсах CSGO Skinny с нами никогда не соскучишься Друзья, всем еще раз вечер добрый Про серия, пятнадцатый сезон, вторая групповая стадия Next Gen Germany феномен Россия, вторая карта, как ни странно Это Мираж, выбор коллектива как раз таки феномен Первая была выжесточенная, проходила борьба Даже с допами 19-16 на ней россияне победили своих немецких коллег Ну и в общем по факту будем смотреть вторую и разбираться что же в этой группе и что же в этом противостоянии будет происходить Я на предыдущей игре говорил, что кэш хороший у X-Team UP Вот кэш они хорошо продемонстрировали Правда начало карты абсолютно не зацепил Ну а мы с вами вместе не посмотрели ее ибо смотрели третью и заключительную карту Где бились коллективы предыдущие Ну и поэтому будем уже смотреть вторую Только лишь так Чуть-чуть могу рассказать что было на допах В общем их практически без шансов феномена забрали Ну почему-то мне казалось, что в одну калитку должно быть Но сегодня день удивительных чудес На самом-то деле И феномены не исключение Ладно, смотрим пистолетный раунд В защите выиграв ножи феномены будут начинать Это все дело Ну и все начинается с энтрекила от Кибакина Он же почему-то Тони Блэк у нас теперь постоянно Видимо разлюбил он свой старый ник Уже которую игру официальную играет именно под таким ником Уж не знаю Ну и выволка по факту на точку А С двух сторон несинхронная опять-таки от атаки Потихонечку фрагментарно Но разваливается дефом Решаются все абсолютно проблемы Только лишь постановка бомбы Смогла случиться тачдаун Ну и отлично здесь отбивается Принтек уже на минус 2 Против двоих одного каленого остается Забреет его и будут шансы на взятие этого раунда Причем феноменального Нет Феноменальное в этом раунде действует только феноменное Диффуз бомбы И счет у нас станет на пистолетном 1-0 Как банили карты и выбирали себе на это Бо-3 коллектива Некстгены начинали с того, что убрали карту Трейн Феномены избавились от Оверпаса Некстгены забанили Коблстоун Ну в общем все довольно-таки стандартно Минус Инферно от феномен Выбирали себе Своей же картой немцы Кэш Мираж, который мы с вами смотрим Это выбор коллектива из России Ну и третий, если понадобится Тоже довольно-таки стандартно будет Даст второй Будет ли она Вот здесь вопрос Не развалятся немцы после отдачи Причем обидная отдача своего пика Были у них там шансы Было понимание, как действовать Но Таническими усилиями в последнем раунде С нового времени Феномены все-таки вытащили на допы Ну и там уже просто камни на камни Оставили своих компонентов Практически Все это дело в сухую Закончили, отдав только лишь один раунд У нас сливной от немецкого коллектива Без постановки бомбы даже Сосались по карте Ну и ничего абсолютно Кроме половины дамага На давкости не продемонстрировали Тут, кстати, вот X-Team UP у нас в предыдущей встрече играла Только что дошла новость до меня Что методы отказались от своего СНГ состава Вот как-то Не оправдывает, что ли Похоже Надежд Ребята из СНГ Ну, не знаю Идет параллельно у нас, кстати, на Starlighter 5 Трансляция минора Поэтому, в принципе, вот Где же как не там Не знаю, на самом деле Почему методы не дождались, допустим Окончания квалификации Возможно бы они имели команду Которая поедет На еще одни отборы К мажору Но вот как-то так И Team UP И метод Все Все одно к одному Ладно, у нас Бомба была поставлена Поэтому девайс на раунд Проводят немцы Но проводят его Довольно-таки беззубо Как будто бы На пистолетах Опять-таки Фрагментированно Разбились на части По стакам 2-2-1 По карте И, в общем, единственный Кто здесь Обрел счастье В виде сделанного фрага Это Эль Патрон Ну и, в общем, может этим Наверное Окончанием Уже в раунде довольствоваться Ну, максимум Плюс 1-2 Сделает Потому что Информация по нему спальна Бомба Бомба не у него Бомба выходила из ямы И почила смертью храбрых Ну и пошел зажим Бедолаги Причем Не просто зажим А еще и с дерганем Ему на флешке На полустрейфы И счет Влетает На спрейл Хорошо своего оппонента Пошла выволка По двух фронтам 2-2 Ну и здесь, как Швеям на гастаночнице Надо Эль Патрону Отбиваться на заходящих Правда Правда, смотрите Что делает Эль Патрон Пытался десантироваться В плент Но Вот Вопрос, зачем То есть он прекрасно знал Что скорее всего Два врага у ворота И ждут его В этом моменте Даже если Одного он минует Сделав килл То второй будет В два своих Внимательных глаза И в один Свой точный прицел Смотреть На него 3-0 Феномены пока Закрывают И девайс на раунд оппонентов Ну и в общем Будут опять-таки Бороться против сливного Пока никаких проблем У них не возникает Ну и скорости Потихонечку Немцы накручивают Видимо забег На постановку бомбы Вот где же Тот бы еще смог Положить в плент И в него бомбу Поставить Ну и этого не приходит Бомб керри Сбревается у нас На подходах Только лишь К тетрису И потеряв Одного тиммейта В виде арча Феномены Этот раунд Закрывают Для себя Лайф 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 Это Лайф Не знаю Обычно Бывает Тут как бы Феномены В моем понимании Ставок у нас нет Букмекеры Никакие прогнозы Не делали Комьюнити Свой выбор Тоже не делал Поэтому в моем понимании Здесь фаворитами Являются Естественно Экс-тим ЮП И Бывает такое Что Все надежды Абсолютно Аутсайдерам игры Возлагаются На что-то одно Когда это что-то одно Не получается Потом просто руки Опускаются И Непонятно Как отдали Последний раунд Тот самый 30 На предыдущей карте На своем пике Немцы И Абсолютно провалили доп И по этому моменту Может конечно Немножечко опыта И моральки не хватить Может быть Какое-то Немного агрессивное Обсуждение было В перерыве Но пока Коллектив Несген Абсолютно не видать То есть Здесь даже нет момента Кроме пистолетного раунда Где человек мог В клатче Один на два Его забрать Поднять Забустить мораль Своей команды Больше Абсолютно ничего Побежали Отдались Побежали Отдались Побежали Отдались Побежали Отдались Будет это дальше И Будет ли здесь Какая-нибудь Карта Типа Возьмем 4 А во второй половине Закамбетчим Ну увидим в будущем Пока в общем этим Абсолютно не пахнет Бывают такие коллективы И мы это уже сегодня видели Которые собираются На концовочку Но Правда с отрицательным Результатом Было это там Имея я ввиду Тим XUP Которые вроде как На концовку собрались Но в второй половине Ничего тоже не продемонстрировали 5-0 Диффуз бомбы Очередной раунд За коллективом Из России Их бы сейчас Все перевернуть И мираж не смотреть А кэш бы посмотреть Такой Который он был Но Тут без борьбы Без борьбы Без борьбы Без борьбы Пока что Ну Посмотрим Попытка номер 3 Да Уже получается На третьем Нет Попытка номер 2 Девайс на раунд Правда без Снайперской винтовки Роль Естественно Мейн АВП у нас Довкост выполняет Но Что-то здесь интересно А не с тиммейтом Демонстрирует А именно Врыв И контрпик Меда Через Зигзаг С двоенной Причем С заниманием Люльки Но смотрите Что Готовит атака Целиком и полностью Сконцентрировавшаяся На точке А И С позиции С ковров Ника Видимо будет Стреляющий Единица Которая ворвется Десантируется И будет крушить И вертеть Своих соперников В плунте Остальные В общем По довольно таки Стандартные Раскидки Бомба на фнатик И Точка А по факту Дефм была Изначально отдана Решили не бороться На том моменте Когда Легли Смоки Смотрите Что они делают Что они делают Боже Они просто уходят Вдвоем В яму Один остается В коврах Двое Манят Говорят Она сама Ко мне пришла Ну Пошел врыв Через Делпен Удачный С переменным Точнее успехом В одного Разменялись Ну и тут В легком Недоумении Деф А где же Все остальные Остается их всего лишь Двое Последняя позиция Ковров Которая Так и не показывалась На этом пункте Боба профукала Себя профукала Раунд профукала 6-0 Изи Просто Не понаслышке Феномены Знакомые С дефом На карте На карте Мираж действительно Пока феноменальна Но может быть Соперник не тот Может быть Здесь не стоит Как бы их особо Заслуги восхвалять Скорее Стоит пожурить За первую карту Что столь Много сил потратили И так все Не очевидно Было на ней по счету Ну а здесь уже Абсолютно свой Контерстракт демонстрирует Тем более Сайдпик пришел Удачно И пистолетка зашла И все будет Все будет так Сто лет И будет все Вот так Ну Довкост Довкост просто Эквиликбрист Акробат Джонглер В одном лице Цирк Шапито Просто Раз от раза Мудрит позиции Опять таки это зигзаг Но над дымом На решетку Делает такое частенько Тир один коллектив Тир один снайпера Тот же самый Гвардиан Пользуется такой штукой Ну вот Атака видимо Не знакома С такими выпадами На зигзаг Увидела смог И как собака Павлова На рефлексах Поняла что Беспокоиться Абсолютно не следует Раз лежит смог То аки бетонная стена И туда можно не смотреть На этом моменте Их поймали Тем не менее Разменялись В том же самом Меду Смотрим мы Опять таки Заход на точку На точку А Ну вот Сейчас бы взять И не прочекать между Просто Просто пролететь Как фанера Над Парижем Так и Человеком Над между Ну и опять таки Атака В общем разбирается По моментикам В этом раунде Остается последний Принтек Человек И не пошел Последний Я не знаю В принципе против троих Можно Бомба на руках Растащить Режим туристмода Включить Тем более что Смотрите какая у нас Ситуация Получается Пока здесь Бомба будет чекаться А вдруг она где-то сброшена А вдруг за ней Придется возвращаться На этом моменте Конечно Мог бы заходить Но решил через Центральную часть карты Принтек врываться Понятно что Теперь надо Дефу рассеиваться По пунктам Хотя бы 1-1 Тем более что И зачекали теперь Принтека И Прораскочил Но Засада под номером 2 И он об этом Похож Что не подозревает Ставит на морозе бомбу Слышит топот Но сделать уже Ничего не может Как парализованный Больной Вроде Видит опасность Но пошевелить Конечностями Не досуг 7-0 7-0 И первая половина Потихонечку А точнее Гигантскими Просто шагами Ступает уже К феноменам По заслугам На самом-то деле Ну и Некстгены Где вы? Кто вы? Что мы? Как вы? Что вообще происходит? Множество вопросов На которые пока что Дают ответы Только лишь Головошотами Коллектив феномен Отличные 2 Хэда от Арча Еще и Давкост пришел Настил Настил себе Парочку фрагов Ну и Третьего Не промянул Тоже уничтожен Ну вот Я не знаю Как будто против Команды На 3 головы Ниже Сейчас играет Как будто Нестгены Только что Карту кэш не проводили С феноменами Ну либо проводили Но не они И проведя ее Просто посадили Своих домашних животных За Мышки Клавиатуры Мониторы Что вообще происходит? 8-0 Первая половина В сухую Абсолютно без шансов Входит коллективу X-Team-UP О, а вот здесь Жаркая встреча Причем встреча На Эльбе Поняли По-моему С 9 попытки Некстгена Откуда же Возникают проблемы Ноги у проблемы Которые с ними Постоянно происходят Ну и растут эти ноги Из зигзага На самом-то деле Ну в общем В него и побежали Правда Массой задавить Получилось только лишь одного Здесь титаническими усилиями Ветель Отстреливает еще Из дигла Своего оппонента Ну и Товарищ Ник По голове ходит Также своему оппоненту Под ником Довкос Ну проблема заключается в том Что бомба под контролем Бомба на меду В руках есть дигл Огонь в глазах Но Вряд ли пропустят Ника Вот если только прям Совсем захотят Отдастся Но не ловит Ник Пиксель Когда ему этот момент давали Был бы 1 на 1 А так А так попал в просак Бумс Минус Ника 9-0 Ну в боксе Это называется Нокдаун Уже как минимум Да То есть у нас Из двух раундов Состоит все-таки Карта Как шутили в комедиклабе В такие моменты Люди Видят Чехова Справляются в параллельные миры Ну в полнейшем Тинте Должна находиться Команда NextGen Потому что Ну во-первых У них Ладно Если экономически Они играют дисциплинированно То по Тому что производят На свет свой От атаки Полнейший рейдж Беготня и отдавание Ну и моментальные размены Первые приходят Не в их пользу По факту Как бы дальше Собираться Уже коллектив NextGen Точнее Не то что не может Некому Некому Когда доходят До постановки бомбы Остается там живой силы 2 в 5 2 в 3 2 в 4 Но Не более Не более двух человек Причем на дамажных Ну и очередной раунд От атаки смотрим На этот раз Опыт получается Как раз таки На диме Диму потеряли Диму потеряли На зигзаге На леду Ну и моментально Приходит ответ Чего куда ВП пошло Непонятно Ну наверное Теперь будет опыт И теперь будут понимать Что все таки Зигзаг Ходится с двоенным Они один Дуют на воду Обжегшись на молоке Те самые дымы Вычекивают Которые пришли на зигзаг Тут же человека Мало того что На решетке вычекивают На стене Как будто там Спайдермен с ВП Должен притаиться И отстреливать Заходящих на мид Тем не менее Это первая Ситуация Где в плюсе В середине части раунда Нэксгены Могут побороться За не только Постановку бомбы Но и Моментальную ее охрану Но Давкос говорит Ребята давайте Равнять составы Так нечестно И И Кибакин В принципе Вторит Бомба Лежит Бомба лежит На открытом К ней подступиться Ну максимально Максимально неудобно Два хп у Авапера Ну кто Эль Патрон Бэм Все таки Кибакин 10-0 Эх Даже так Даже в преимуществе Заходя на точку Растерялись Ну просто Непонятен факт Конечно Все Все пушисто И мягко Да и белок Когда Вроде ты бомбу Ставишь под коннектор Большое количество Большое количество Твоих тиммейтов Находится именно там Джангли Как будто бы Тебе ничего не угрожает Но Мать моя женщина Ну отправьте Хотя бы одного Занять сити Если вы не занимаетесь сити Ну добегите туда Посмотреть Киньте дым или флешку Все Окей Даже если вы потеряете Этого чувака То у вас будет Инфа по таймингу Близко ли стоит И готовится ли вам Синхронное выбивание Уже репик Бомбы до ее постановки Нет Кибакин Немного агр В сторону Некстгена Но Этот раунд В общем Под все мои трели Проигрывают Наконец-таки Феномен Первый раунд Отдают своим Немецким коллегам И что Начало Начало возвращения Бэтмен Начало От коллектива Некстг Или же все-таки Это предсмертная Агония Дернули Один раунд И забылись Ну и кстати Такая ситуация Не очень приятная По экономике Для феноменов Несмотря на то что Они забрали Аж целых Десять раундов Подряд Этой самой экономики У них не присутствует Точнее присутствует Но не у всех Две Двести пятьдесят Это максимальные Максимальное количество В долларом Эквиваленте У как раз таки Кибакина Который В предыдущем раунде Не смог Оказавшись последним Но Зато есть агрессивные придумки Которые В общем Реализуются уже В энтре килл И опять таки Вот смотрите Что делает атака Один Ну ладно Два На миду Сотрём Один Минус он Один Ну то есть Игра до контакта Где размены Тебе десять раундов Не приходили А теперь ты Ждёшь что В одиннадцатый раз Они всё таки придут Это не то что есть Хорошо И По такому моменту Опять таки Некстгенов Превращают В одного человека Оставшегося в этом раунде Это ВП Которая Так и не сработала На миду Эль Патрон Минус Эль Патрон Эль Патрон Дель Рап Интересный ник Знаете Вот такие игры Мне напоминают Я не знаю Глупые аналоги Но они Почему-то возникают В моей голове Типа Для одних Это праздник Шума веселья Как будто бы Свадьба Где все веселятся И грустит только лишь Человек Который Всю эту свадьбу Оплатил Сидят сейчас Просто понурые Эль Патроны И всем хорошо Всем весело А у них Грусть вселенская На душе Ну ничего Абсолютно Не могут Тупо Нельзя выиграть карту Когда ты отдаешь Ну ладно Те раунды Которые соперник берет Но ты отдаешь Те раунды Которые И на карте Только лишь Феномены Но Иксгенов Нет Эх Ну может быть Такая страна Может быть Немцы соберутся Во второй половине Хотя В общем Вериться в это С трудом Сейчас я вот Смотрю на таблицу И понимаю Что Скорее всего Немцам уже Ничего не будет Здесь светить В этой группе По факту Если они Эту игру отдают То остаются На третьем месте В своей группе А И Над ними Будут еще Кленлис Поляки Которые Неплохо Очень Мы их игры Видели У них Просто шедевральная Атака Причем Вне зависимости От карты Будь то Карта дефа Или атаки Поляки Себя чувствуют Как рыбы В воде Немутной Только лишь В атаке Ну вот там Я Угорал над ними Выигрывая сайдпиком Действительно Нужно выбирать атаку Они выбирали Выбирали деф У них были проблемки Потом все таки Начали брать атаку Три сыгранных Со всеми оппонентами Две победы Одно поражение Как раз таки От тогда еще Юпи Поэтому Все шансы Забраться на Олимп По Моменту Личного противостояния С поляками У феноменов есть То есть Выигрывая эту игру У них будет Две победы Так же как и у поляков Но зато Две сыгранные Всего лишь игры И третья им еще Будет предстоять С коллективом Этмо Но Этмо На последнем месте Сыгранные две игры И ни одной победы В их активе не имеется Неплохо они смотрелись В предыдущей групповой стадии Но видимо Селенок уже На более зубастые Коллектива не хватает У нас девайсный раунд И вообще Последний раунд В этой половине В котором В общем опять таки Все Самые печальные события Случаются С каждым из немецкого коллектива Поочередно Тут такое Волной Волной неудач Накрывает Каждый безразменно Отдает 14-1 Первая половина Уходим на смену сторон И Не знаю даже Чего ожидать Во второй Всем еще раз Здрасте Вторая половина Второй же карты Противостояния Феноменов Против немецких Несгенов Ну вот Да Смотрите Стали за сторону Деф И все начало Получаться По крайней мере Эль Патрон Уже Троих Уносит В темные Далекие Дали Врывается Ника И точно так же Неплохо Работает С СО Юспецкого Ну и вот Под катком Этого пистолетного раунда Нексгена Точно так же Как их не ощущали На первой половине Пока что не ощутили Своих Эспонентов Во второй Посмотрим Как будет Не знаю Путь Предстоит Неблизкий Путь Из 13 раундов Для взятия Ничьей И из 14 раундов Те которые Уже в активе У Экст Тим Юпи Присутствует У него Хотя бы даже Дефолтный пистолет Скорее всего Он бы эту дуэль выиграл Но Потому как его не было Пришлось ему Аимить А им как раз таки В спину Это самое сложное дело Ну и у Арчи не зашло 14-3 у нас Пистолетный И второй за ним Эээ Ничего здесь Не будут придумывать Феномены Ждать Ждать и надеяться На девайс Ну и потихонечку Начинают тяжелым девайсом Уже раскидываться Нексгены Но их в количестве Двух штук Пока что присутствует На фарм у нас брошен Ветоли Ника И Принтек Но это Клосс позит Но Потому как его не было Пришлось ему Аимить А им как раз таки В спину Это самое сложное дело Ну и у Арчи не зашло 14-3 у нас Пистолетный И второй за ним Эээ Ничего здесь Не будут придумывать Феномены Ждать Ждать и надеяться На девайс Ну и потихонечку Начинают тяжелым девайсом Уже раскидываться Нексгены Но их в количестве Двух штук Пока что присутствует На фарм у нас брошен Ветоли Ника И Принтек Но это Клосс позиции На точках Остальные Остальные Более важные Стратегически Опасные Разобраны Фомасом и Эмочкой Максимальное количество Народа на Меду У нас присутствует Тут коллектива из России И Вот те самые Стратегические позиции Как раз таки Фомас и Эмочка Начинают здесь решать 14-4 Ничего не получилось Даже захода В коннектор Не организовали Феномены Ну и Смотрим первый девайсный раунд От них Смотрим первый девайсный раунд От них Я просто Угорю Если немцы Сейчас Выдут какую-нибудь Морально-волевую Серию Хотя бы Из 10 раундов Просто стоит Вот просто подойти Пожать каждому руку Не знаю На таких играх Тяжеловато собираться Ну а если не думать О результате Если в общем Уже в душе проиграть И просто просто проводить Так как ты умеешь Оставшиеся раунды То в принципе Можно налететь И на хороший результат У нас Максевен работает Из подвала Никто его абсолютно не ждал Десант случился Десант сработал Минус Кибакин Он же Тони Блэк Человек Двуликий Двухниковый Ну и Тем не менее В общем Деф потихонечку Начинает фиксить Все свои проблемы Оп Но не до конца Бомб ставится О коврах не знали Пауэр минус Бомба Ну вот Если бы была У Софика бомба поставлена Все бы у него было Все бы у него было Хорошо Как 3 января Только Новый год прошел И еще 7 дней выходных Но ему придется Здесь решать проблемы Выходить на работу пораньше И идти за бомбой Как была такая Старая детская игра Когда лягушка прыгала По Как же это называется По лилии И пескам лилии Чтобы не попасть в воду На игровых автоматах Тут же Продемонстрировал То же самое Софик Перепрыгнул Опасную для себя позицию Поставил бомбу Пофиксил коннектор Проспрея Маки Гитрайт Но вот С ВП И прострелом Справиться он не смог Еще один Он же пятый Уже для немцев И когда Интересно Закрадутся Опасливые мысли В пять светлых голов Феноменов В чем вопрос Потому что Ну Тут несколько вопросов Должно возникать Поставить И сделать ставку На один раунд Который подготовить И провести И действительно взять пятый И обручить экономику Своих оппонентов Потому что пока что Немцы отдаются Нормально отдаются Будь то пистолеты Будь то не пистолеты Вот предыдущий раунд Один человек отдался Если сейчас Даже не выиграть раунд А убить четырех Нексгенов То в следующем Будь у вас даже пистолеты Феномены Могут В общем все перевернуть То есть Взять пятнадцатый И оставить без денег Своих оппонентов Здесь конечно Нексгены серьезно рискуют Но Вопрос в том Что в голове У коллектива феномен Ставку делают На Закуп По факту На последние деньги Идут отдаваться на точку Б Форсированы ковры Но вот Дальше ничего Абсолютно не получается Два в четыре Даже не на бомбу Надо играть Просто на выбивание Живой силы У немецкого коллектива Каждый взятый После такого Опрокида Будет Фатальным Для Нексгенов Ну пока Один в один И даже шансы На Взять этого раунда У Кибакина Есть Он прекрасно Осведомлен Что против него АВП Не мобильные Пятнадцатые Приплывают Для феноменов Даже без бомбы Должны они этому Безмерно Рады быть Ну и вот То о чем я говорил То есть на последний раунд У немецкого коллектива По две С половиной В среднем Тысячи на человека Что говорит о том Ну вот Первый матч Пойнт Они будут отыгрывать На Недобай И это Очень для них плохо Это Это заставит Их что-то придумывать Какие-то Клосс позиции Какие-то выпады Неоправданные На недо девайсах Надо короче Ну вот и первый пошел Кинг Пауэр Углубляется Максимально в эту науку И кстати Удача Удача хватает за хвост Первый девайс Для себя Он для своего коллектива Находит И это И это Автомобиль Но Дальше Просто на Контактный выпад На точку А Почему-то у Дима Оказался Галил И в общем Этот Галил Неплохо с двумя Разобрался Ну и смотрите Домашняя синонимика Сезешковой патроны Которые В общем Максимально будет бесполезно Если развести ее На какие-то танцы Мансы Обжиманцы С трефами Из-за уголка Или на дальней дистанции На поводке На длинном держать Что собственно Пока что и делает Феномены То есть они не знают Против чего они Выступают на точке А И игры в тело Ожидают Сейчас подойдут Поближе Нексгены Психанут Или нет Вот в чем вопрос Пойдут ли они меняться Начнут Клоу дистанции Забирать феномены Или же все-таки Здесь будет ставка На выбивание Именно бомбы Имея в своем распоряжении Одну эмочку И эта эмочка работает Против одного Кибакина Остались втроем Кибакин из ковров Не выходил Там и потерялся Где родился Там и Не пригодился 15-6 Один матчпоинт отыгран Такие шо Такие шо Будем делать Но смотрите А Решили фарсить То есть вот так вот Да То есть типа Не царское это дело Уступать Нексгенам Камбэк Ну в принципе В принципе Может и такое зайти Потому что Ну хотя нет Тут все поняли Прекрасно Может быть и не поняли Но По этому непониманию Действует Эльпатрон То есть ожидает он Естественно эко Против себя Поэтому абсолютно Ничего не боится Никакого АВП Встретить на меду Не опасался Десантировался в яму Ну и Ой точнее в подвал Ну и Тем не менее Феномены На девайсах Точку А прорывают Пока там развлекался Эльпатрон В общем оставили позицию Ямы и ковров Через нее и просочились Но вот Бомба Да И тиммейт теряет На точке А Уже Арч Будет оставаться Один против двоих Правда пока что Эти двое Полностью Цельком не понимают Почему же не ставится бомба Почему человек На точке А отдался А Ну какое чудо Им приготовили Скорее всего думают Что играет против них Арч в тело Где-то притаился На точке А И ждет невынужденные ошибки Арч тем не менее Купил билеты на точку Б И в общем Первым классом уже вылетел До нее Ставит бомбу Будет бороться На соточки ХП Соточки Армора Присутствие М4 Можно Можно тащить такие раунды Тут Вопрос в том Как его танцуют Два немецких товарища Да Нормально Танцевали Синхронный выход В общем Не стал сопротивляться Арч Решил встретить Смерть лицом к лицу Отстреляться сразу же По этому моменту С первым Ну а там уже Что будет Со вторым Но выходило Двое из Лорса Одинаковые с лица И минус Арч Минус раунд 15 7 Точнее даже не так 15 7 С ударением На С ударением На сюда Ставь ударение Сюда А не туда Ну и что Немецкий коллектив После потери Одного раунда Для них В общем Ошибка Единственная Которую они могли Совершить В этой половине Они ее уже сделали Берут Два раунда После этого И 4 до этого Ну 6 В этой половине С отдачи одного Результат Хороший Против коллектива Из Германии С чем мы их Собственно и поздравляем Ну и в общем На этом Будем уже прощаться Это была Про серия 15 сезон Второй групповой этап Группа А и Ц Мы сегодня Посмотрели Две игры Ну и Спокойной ночи До завтра И Покеда Субтитры 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 Субтитры